Привет, интернет! С вами Илья Финт, и сегодня я поделюсь с вами фильмами на тему путешествий во времени. Сегодняшний ролик состоит из пяти фильмов на эту тему, однако тут нету места, это не топ, если что. Поэтому, если какой-то фильм сюда не попал, не бомбите, напишите мне обязательно в комментариях, и мы когда-нибудь вернемся к этому же списку и дополню его новым выпуском. А пока погнали! А пока, пожалуй, начнем не с самого известного фильма, но достаточно культового, по крайней мере, потому что его снимал Терри Гиллиам. 12 обезьян, фильм 1995 года. Действие начинается в 1035 году, когда вирус уничтожил большую часть населения Земли, а оставшиеся вынуждены жить в бункерах. Главный герой Джеймс Колл отбывает срок в тюрьме. Его в обмен на амнистию отправляют во времена, когда эпидемия еще не началась, да Бонн предотвратил катастрофу. Проблема в том, что Колл сам по себе не особо обаятельный человек, а машина времени работает весьма плохо, и поэтому поначалу вместо 1996 года его забрасывают в 1990-е, где он оказывается в психбольнице, а затем во времена Первой мировой войны. Однако, попав в нужный год, Колл все-таки разгадывает загадку начала эпидемии. Фильм, хоть и не получил поголовного признания на релизе, со временем стал чуть ли не культовым. В 2015 году, кстати, герои фильма вернулись в одноименном сериале, который рассказывает свою версию событий, так что, если фильм вы уже посмотрели, советую присмотреться к сериалу. В следующем фильме концепция путешествия во времени рассматривается, ну, с точки зрения научной теории и в достаточно сложной форме, поэтому, если вы что-то не поймете, не пугайтесь, так оно и есть. Но фильм от этого совсем не пострадал. Донни Дарко. Фильм 2001 года. Событие происходит в 1988 году в маленьком американском городке. Старшеклассник Донни уходит из дома ночью из-за того, что во сне ему явился некто в костюме кролика и приказывает ему идти на поле для гольфа. Также некто представляется именем Фрэнк и предсказывает конец света через 28 дней. А далее следует череда причудливых и странных событий, проясняющих жизнь городка, а также самого Донни, которому во сне продолжает приходить Фрэнк. Фильм хоть поначалу и кажется лишним в этом списке, не спешите с выводами, а досмотрите до конца. К просмотру рекомендую режиссерскую версию, которая на 20 минут длиннее. А следующая картина раскрывает концепцию путешествия во времени вообще с неожиданной стороны, с той, с которой всего вы вообще не ожидаете. Давайте же приступим. Лангальеры. Фильм 1995 года. По сути, это даже не фильм, а мини-сериал из двух серий. Экранизация одноименной книги Стивена Кинга. История о том, как 10 человек стали случайными путешественниками во времени. Однако, в отличие от привычной нам концепции путешествий во времени по другим фильмам, людей не ожидает ничего хорошего в прошлом. Там нет людей, там нет запахов, еда не имеет вкуса и даже звуки начинают звучать глухо. И именно в такое прошлое и попадают главные герои. Путем титанических усилий им удается избежать смерти от лангальеров. Своеобразных хронометристов вечности. Фильм наполнен весьма колоритными персонажами и, как это часто бывает, весьма неоднозначными. Слабая часть фильма – это компьютерная графика. По словам создателей, увы, на нее просто не хватило бюджета. Ну а теперь самый, пожалуй, ожидаемый фильм в этом списке. Без него просто обойтись было нельзя. «Назад в будущее» – фильм 1985 года. Легендарная киносерия из оригинала и двух сиквелов. В центре событий старшеклассник Марти Макфлай, а также его друг, ученый доктор Эмит Браун и созданный доктором машина времени. По случайному обстоятельству, Марти становится первым полноценным путешественником во времени. Сначала он отправляется из 80-х в 50-е годы, где чуть не расстраивает знакомство своих родителей. В сиквеле герой путешествует в будущее, в наше время, в 2015 год. Но из-за безответственного отношения к технике, временная линия повреждается и они вынуждены вернуться в 1955 год. Триквел радует совсем другой атмосферой. Марти отправляется на помощь к доку в 1885 год на Дикий Запад. Однако из-за безответственного отношения к технике, героям нужно придумать способ вернуться назад, домой. Да что я вам рассказываю, я думаю вы и сами все знаете. Пожалуй, этот фильм первое, что приходит на ум при упоминании путешествий во времени в кино. А закончу я, пожалуй, не с самым известным фильмом на эту тему, однако в свое время он был достаточно культовым и популярным. Эффект бабочки Фильм 2004 года Кино, в котором создатели по-своему раскрыли теорию хаоса и эффект бабочки. Младшеклассник Эва начинает страдать провалами в памяти, причем по их окончании он всегда оказывается в весьма неудобном положении. Он не может вспомнить, что происходило только что. Более того, его отец находится в сумасшедшем доме и говорит, что страдал от таких же приступов когда-то. Эва начинает вести дневники, чтобы стимулировать память. Он подрос, поступил в колледж и избавился от провалов в памяти. Однако дневники при повторном прощении открыли ему тайну. Провалы оказались порталами в прошлое, попав в которые, на короткое время он мог менять события. Согласно эффекту бабочки, реальность в настоящем также менялась из-за изменений в прошлом, и никто не помнил другой реальности, кроме самого Эвана. Кстати, даже если вы смотрели этот фильм, то я советую пересмотреть его в режиссерской версии, что я сам недавно сделал. Там в фильм добавлены еще одна сюжетная линия и альтернативный финал. Ну что, друзья, я надеюсь, вам понравилась эта подборка фильмов про путешествия во времени. Если я что-то забыл или упустил, то пишите в комментариях, обязательно продолжим когда-нибудь в другой раз. И не забывайте о технике безопасности при путешествии во времени. А у меня на сегодня все. Огромное спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Включайте уведомления, нажимайте на колокольчик. Ну и, конечно, вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем приятного просмотра и пока!